Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания DrawMarkets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. На рынке началась коррекция, мы ее ожидали, ну и собственно сегодня поговорим, что могло стать предпосылкой данного события, ну и разберем, что мы можем ожидать на текущей предрождественской неделе. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк к этому видео, а также ваши вопросы оставляйте, как всегда, в комментариях. Итак, сегодня понедельник открывается не на самой позитивной ноте для фондовых индексов, мы видим снижение уже по европейским индексам, по американским индексам на предсессионной торговле. И собственно сейчас также важно понять, от чего идет данная коррекция. Ну мы с вами понимаем, что рынок последние несколько месяцев был перекуплен, да мы видели новый локальный максимум, собственно это происходило на прошлой неделе, но сила быков она со временем ослабевала. Как один из таких триггеров, которые могли также нам предположить начало данной коррекции, ну и собственно то, что мы видели в течение этого года, это истечение фьючерсного контракта на S&P 500, который как раз произошел в пятницу и сегодня в понедельник уже торгуется новый контракт, который стекает уже в 2021 году. Конечно здесь не причина сама фьючерс, но это определенные собственно паттерны, которые мы видим последние несколько месяцев. Кстати последний такой фьючерс, который истекал как раз был в марте с минимум, который мы видели после начала пандемии и после этого у нас начался рост. Вполне вероятно, что стартом как раз коррекции может послужить данные стечения фьючерса и уже в течение определенного времени мы увидим завершение данной коррекции и опять же переход в фазу роста. С точки зрения позитива важно также отметить то, что в США Дональд Трамп подписал указ по новому пакету стимулирующих мер в размере 900 миллиардов долларов, который уже будет включен в работу соответственно начиная с нового года. Здесь включены разные дотации для населения, то есть к примеру 600 долларов для выплата для взрослых и 600 долларов выплата на одного ребенка. Также есть определенное разделение по другим сегментам, то есть мы не будем на этом подробно останавливаться, это схоже с тем, что было в предыдущем пакете. Но здесь важно то, что скорее всего рынок ожидал и даже это пока не влияет позитивно на текущий момент, потому что этого ожидали, все понимали, что это примут. То есть скорее всего это было все заложено в цене и сейчас уже новый локальный максимум не переписывается из-за данного позитива, потому что ну фактически это ждали. Поэтому здесь уже отыгрываться это будем в следующем году. Также из новостей, которые в последнее время поступают, соответственно это Brexit, все еще есть неопределенность с точки зрения торгового соглашения. Ну и здесь еще один всплеск распространения коронавируса также повлиял негативно и на британскую валюту и на, соответственно, британский индекс. Поэтому здесь пока для британских валюты выглядит это не самым радужным образом. Но с другой стороны для тех, кто ищет возможность присоединиться по тренду после коррекции, как раз то, что я ожидаю для себя, это ну как раз хорошая возможность вот данную коррекцию использовать. А теперь давайте поговорим о том, какие нас новости ожидают еще на этой неделе. У нас не так много рабочих дней. Фактически понедельник без особых значимых событий. Во вторник будет опубликовано квартальный ВВП по Великобритании и по США. Ну и также в среду продажа нового жилья, соответственно, изменение запасов в сравнении от EA. Ну и, пожалуй, все. То есть у нас уже 24 декабря предпраздничный день, пятница, 25 декабря Рождество. Рынки будут закрыты. Поэтому здесь важно понимать, что, скорее всего, рынок может быть волатильным. То есть то, что мы видим фактически сейчас. Но какие-то значимые события с точки зрения макроэкономических данных пока на рынке не присутствуют. Ну и теперь давайте посмотрим по инструментам. Евро-доллар. Вот здесь как раз мы видели... Ну, во-первых, в пятницу мы немного не смогли обновить локальный максимум, который был сформирован в четверг. Понедельник сегодня открылся снижение. Сейчас немного отыграли. Но вполне вероятно, что вот эта коррекция будет такая техническая. И вот после ретеста как раз данного уровня 1.22.25 мы увидим дальнейшее нисходящее движение. То есть фактически сейчас мы можем говорить о том, что на часовом таймфрейме началась коррекция. Вопрос, будет ли я долго или нет, вот здесь мы этого не знаем. Но заходить в контратрендовый я не буду. Я буду ждать как раз завершения данной коррекции. Буду заходить уже по направлению тренда. С точки зрения уровня, где было бы интересно это делать, если мы посмотрим еще раз дневной таймфрейм, то в принципе неплохими уровнями для этого выглядит область 1.20.50. Если мы увидим коррекцию еще чуть ниже, например, на 1.19.50, то такие уровни, конечно, будут выглядеть более интересными для захода и для продолжения тренда. То есть мы не знаем, где он остановится, но когда мы получим первый признак, как раз вот этого вновь движения на укрепление евро против американского доллара, тогда будет иметь смысл уже рассмотреть вход на продолжение тренда. А по британской валюте, вот здесь, как я уже сказал, то есть мы видим резкое снижение после как раз максимума, которые были в четверг сформированы. Сейчас мы торгуемся уже в области 1.32.69. И здесь также я для себя рассматриваю заход на продолжение тренда, но, возможно, чуть ниже. Вполне вероятно, что мы можем переписать минимальное значение, которое мы видели в середине декабря, это 1.30 и 1.30 и уйти в область на 1.30.42. Поэтому здесь, опять же, нужно ждать локального подтверждения, что данная коррекция остановилась. С одной стороны, мы смогли, да, обновить локальный максимум, который у нас был сформирован в конце сентября, но не смогли полноценно закрепиться выше данного уровня. Поэтому сейчас мы видим коррекцию, вот как раз данную коррекцию, я тоже для себя буду рассматривать, как он может зайти по направлению тренда. По паре американский доллар, канадский доллар, то же самое. Мы тоже видим начало здесь коррекционного восходящего движения после локального минимума, который был сформирован в середине сентября, это 1.26.93. И с этих уровней уже американский доллар укрепляется. А также неплохими уровнями для входа на продолжение тренда, на продолжение роста является уровень как раз примерно 1.29.70. Соответственно, если в эту область мы скорректируемся, и с этих уровней появится сигнал на продолжение как раз нисходящего движения, то с этих уровней я тоже для себя буду заходить. Пара американский доллар, японская иена, отыгрывает тоже то падение, которое было фактически уже сегодня, торгуемся чуть выше пятницы. Тоже неплохие уровни для тех, наверное, кто торгует контртрендово, но я для себя данный сценарий не рассматриваю. С точки зрения входа на продолжение снижения как раз неплохо выглядит уровень 105.42, то есть возврат к максимальным значениям, которые были в ноябре, и с текущих уровней как раз продолжение нисходящей форматы. То есть вполне вероятно, что здесь может сформирован быть боковик на какое-то время и уже, соответственно, работать по направлению тренда здесь я считаю пока самым разумным. Пара австралийский доллар, американский доллар. Также в пятницу мы здесь не увидели обновление локальных максимумов. Сегодня в понедельник уже торгуемся на понижение. То есть здесь, опять же, с точки зрения часового таймфрейма мы можем говорить о том, что началась коррекция, началось коррекционное движение. Ну, фактически мы это видим по всем инструментам. Соответственно, здесь я для себя тоже буду рассматривать возможность входа на продолжение снижения. С точки зрения уровней, которые здесь интересно рассмотреть, опять же, это могут быть уровни как раз, которые мы видели в середине октября. Если по ценам, то это примерно область 72-85, но это более такой идеальный сценарий. Конечно, можем восстановить это на 3.50, оттуда тоже неплохо будет зайти как раз на продолжение тренда. А по Новозеландцу то же самое. Тоже в пятницу мы не видели обновление локальных максимумов. Сегодня открылись понижением. И, собственно, движение исходящее также у нас здесь сохраняется. Также буду здесь ждать для себя завершения данной коррекции для того, чтобы искать возможность продолжения тренда. Вполне вероятно, что в следующем году уже данный тренд восходящий может, конечно, и поменяться. Мы обязательно будем с этим пристально следить. И уже ориентироваться от того, как будет двигаться дальнейшая как раз ситуация. По золоту. Вот по золоту как раз мы здесь видим подход к линии тренда. Вот данным нисходящему тренду, который у нас здесь был сформированный, фактически с текущих уровней было бы неплохо как раз поискать возможности продаж. Так как у нас пока здесь сохраняется тенденция нисходящая. Вполне вероятно, что мы не уйдем ниже минимальных значений, которые были в конце ноября. Вполне вероятно, что у нас коррекция по S&P 500 может быть более затяжной. Мы сейчас по S&P 500 поговорим. Но в любом случае, пока здесь у нас сохраняется тенденция нисходящая, здесь я бы для себя как раз возможность входа на продолжение снижения рассмотреть. То есть пока это вот как раз одна из тех ситуаций, которые выглядят наиболее перспективными и могут реализоваться как раз на этой неделе. Поэтому слежу за тем, когда у нас будет следующий импульс нисходящий, когда цена уйдет ниже области 1877 долларов за тройскую унцию, и тогда уже будут искать возможности захода на продолжение как раз снижения. Индексы. Индекс DAX корректируется крайне сильно. В пятницу мы обновили также локальный максимум, но пока все еще не обновили исторический максимум. То есть тут видим, что буквально пара пунктов оставалась до этого уровня, но этого не произошло. И сегодня как раз рынок открылся с коррекцией. Поэтому здесь ожидаем снижение также в область 13000, возможно еще чуть ниже. И опять же в зависимости от того, где будет эта остановка, я также для себя буду искать возможности захода на продолжение тренда. И вот S&P 500, собственно покупки здесь, которые у меня были, я закрыл. И сейчас вот начинается коррекция. С точки зрения часового таймфрейма, пока мы здесь не видим начала коррекционного движения, то есть пока мы не ушли ниже минимальных значений, которые были сформированы в пятницу, пока продажи здесь нелегитимны. Но вполне вероятно, что сегодня мы как раз можем приступить ниже данного уровня, так как уже фактически весь позитив, который мог повлиять на рынок, он мог произойти. И вряд ли что-то сильного мы можем ожидать до конца этого года. Фактически можем говорить о том, что пока есть предпосылки на то, что предновогодний ралли состоялось, и дальше мы можем увидеть коррекцию, но уже в следующем году можем продолжить и восходящее движение. Неплохими уровнями для входа здесь как раз могут служить возврат к области, которую мы видели пару месяцев назад, то есть это область 3,500, 3,540. Ну, если мы вернемся на 3,200, что, конечно, не выглядит вероятным, то, конечно, отсюда будет более интересно рассматривать точки для входа, как раз на продолжение тренда. Нефть марки Brent. Здесь также мы видим коррекцию, в пятницу мы видели новый локальный максимум за последние несколько месяцев, но сегодня уже фьючерсы торгуются в негативной зоне, то есть сейчас мы можем также здесь говорить по нефти, что у нас началось коррекционное движение, да, то есть началась коррекция, сейчас торгуемся уже в области 50-27 по CFD на их марке Brent, то есть локальный максимум в пятницу был на 52-42. Конечно, сейчас на нефть влияет и новая волна распространения коронавируса, то есть пока еще данные по вакцине, они не преломили тот негатив, который существует с точки зрения новых случаев, новых частей, поэтому еще потребуется пара месяцев, чтобы уйти к балансу, и тогда уже этот негативный фактор, скорее всего, будет исчерпан, но вполне вероятно, что на это потребуется несколько месяцев. Как я уже сказал, то есть неделя предпраздничная, да, то есть все меньше и меньше на рынке становятся участников, вероятность активного движения на рынке сохраняется, поэтому здесь нужно быть крайне аккуратным, не забывайте ставить ступлосы. Ну, а на сегодня это все, мы с вами встретимся еще в среду, посмотрим, как мы подходим к праздникам, что на рынке появилось интересного, и обязательно это обсудим. Не забудьте поставить лайк к этому видео, если оно вам понравилось, ну и также ваши вопросы оставляйте в комментариях. С вами был Исаков Роман, компания Миромаркет, всем желаю хорошего дорогого дня, всем спасибо и до свидания.